Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, приводятся слова у вас Иисуса Христа. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком. То есть, на греческом языке здесь идет в настоящем времени. Именно сейчас, уже здесь, на земле, мы можем быть счастливыми людьми. И это вполне реально. И это не зависит от нашего достатка, это не зависит от количества денег, это не зависит ни от чего материального. Мы и попросили, думали, как же люди видят мечту здесь, на земле. Не видят себя счастливыми здесь, на земле. И это трагедия. И, в общем-то, мы это обычно делаем в самом начале. Ну, скажем, группа собирается, вот, новенькие люди. Вот, в самом начале мы проводим подобные вещи, чтобы, понимаете, узнать. Вот, мы будем так вот, как говорят врачи, продиагностировать. Вот, насколько нужно работать с этой группой, да, привести их к этому осознанию. Итак, все хотят быть счастливыми в браке, но многим не достает сил справиться с собственным эгоизмом и со своими слабостями. Мы можем все это знать, мы можем знать вот эти все три шага, оставить, прилепиться, стать одной плотью. Мы можем знать все препятствия телесные, душевные, психологические. Но, как это все притворить в жизнь? Апостол Павел написал, бедный я человек, вот, что хочу делать, того не делаю. А что не хотел бы делать, вот, то у меня происходит. Кто освободит меня от этой силы? И вот сейчас мы поговорим конкретно об этой силе, зла, да, и как от нее освобождаться. Итак, сила противостояния. И вот здесь написано, что в притворении в жизнь плана свыше, Божьего плана для супружества, осложняется силой противостояния. Сатана сразу воспротивился семье на земле, потому что это образ Божий. И если он исказит образ Божий, тогда люди не будут идти к Богу, потому что, ну, зачем им нужен такой вот кривой Бог? Интересно, что мы, знаете, мы все время сдаем такой вопрос, мы говорим, а кто сильнее, Бог или Сатана? А все-таки, конечно, Бог. А сатана может Бога вот уничтожить? Нет, не может. А может ему сделать больно? Может. И самая большая боль, которую может доставиться в рак в нашу с вами душ, это ломает семя. А что такое семя? Это отражение образа Божьего. Ломается образ Божий. Представляете, если мы перед людьми, которые не знают Бога, показываем им искаженный, сломанный образ. Итак, читаем Ботием, 3 глава, с 1 по 6 стихи. Здесь они у вас приведены в материалах. И надо сказать, что с тех времен, с того времени, когда Сатана начал действовать на ту самую первую семью, которая была создана Богом Адам и Ева, его тактика никак не изменилась с тех пор. Все то же самое, абсолютно. Но люди почему-то воспринимают, как будто это что-то новенькое, и вообще этого раньше не было. Нужно вооружать людей доспехами, шлем спасения, меч обоюдоострый. Все это должно быть у семьи, чтобы противостать вот этим нападкам сатаны. И нужно говорить, что, в общем-то, действительно, нападки, они всегда одни и те же. Понимаете, потому что не надо пугаться самим, не надо пугать других людей, надо просто знать вот эту тактику. Опять хотим сказать, что она ничем не изменилась, эта тактика нападения из семей. Вот и действительно, когда знаешь противника, легче ему противостать. И вот давайте сейчас читать. Итак, 3 глава с 1 стиха. И мы будем читать сразу, давайте, вот с позиции тактики. Хорошо? Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, а подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Вот смотрите, вот она тактика. Искажение слова истины. И сегодня это же самое происходит. А почему вы считаете, что именно Библия истина? Почему именно Библия? А с чего вы это взяли, что только Бог истина в последней инстанции? И вообще, правда ли все то? Вообще, подлинно ли то, что в Библии написано? Может, это все фантазии людей? И вообще, вот столько переводов делается. Может, переводов ошибки. Почему вы прям так берете, прям конкретно верите? Что может, оставить родителей? С чего вы взяли что-то подлинно? Не слышали такие вещи? Слышали? Ну, я пришел есть. Не от какого дерева? Был такой. Не был такого. Бог конкретно сказал, все ешь, всем пользуйтесь. Вот только это нельзя. Одно маленькое. Один маленький запрет. Бог что-то требовал от людей, что-то такое прям вообще неуполнимое. Вполне. Вполне выполнимое. Вполне выполнимое. То есть, все просто. Живите, будьте счастливы. Одна простая вещь. Вот этого не делайте. И сказала жена змею, плоды из древств мы можем есть. Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь с ним, чтобы вам не умереть. И вот смотрите, опять нет ничего нового. Змей исказил слово истины, и Ева попалась на этот крючок. Она продолжает искажать слово Бога. Посмотрите, разве дерево... Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их. Скажите, посреди рая какое дерево росло? Дерево жизни. Дерево жизни росло в центре рая. А дерево познания добра и зла... Вот смотрите, восьмой стих, и посадил Господь в Бог, насадил Бог рая в Эдеме. И девятый стих, и произрастил на земле всякое дерево принадлежащее. И дерево жизни посреди рая. А также дерево познания добра и зла. Оно где-то росло. Может быть рядом, может быть вообще на окраине. посредине рая росло дерево жизни. У Евы полный хаос в голове. Кстати, такой один маленький момент. В какой момент произошло грехопадение Адама с Евой? В какой момент этот грех вошел в жизнь человека? Как вы считаете? Это просто мысли задуматься как будущим служителям Божьим. Вообще известно, что эта мысль у нас в первый раз совсем недавно пришла в голову. Считаете, что в тот момент, когда она вкусила этот плод? Нет. А когда? Когда она пожелала и решила действовать. В какой-то момент произошло. Конкретно, по стихам. Когда стала отвечать ему. И сказала же на смею. А, да, действительно. Я увидела же на смею. То есть отвечать, это было уже грехом. Нет, нет, нет. Потому что она увидела, что дерево хорошо для пищи. Когда увидела, что дерево хорошо для пищи. Да, и раздевая. Ну вот смотрите, такой один маленький момент. Она сказала, только плодом с дерева, который срезирая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Такого Бог не говорит. Говорила, нет, конечно. Это была ложь. А ложь это? Это грех. То есть она поймалась на крючок. И уже согрешилась. И все. Она даже, вот сам по себе этот плод, он ничего в жизни не решал. Она уже перед этим, до этого плода уже согрешила. И грех вошел. То есть она была готова к греху. Нет, но можно сказать, что в этом она не согрешила. То есть это было ее женское восприятие. То есть можно так сказать? Ну это была ложь. Вот если Адам не объяснил ей правильно, что даже прикасаться нельзя, если были от его слов, это еще раньше произошло. Значит Адам соврал? Не соврал. Просто мы же сегодня говорили о восприятии. Вообще даже не подходит. И женское восприятие, женская логика подсказала. Лучше даже не подходит. Да, лучше даже не подсходить. А потом она просто то, что она восприняла, она уже за действительность выдавала. Вот. И это была ложь. Как это? Ну как? Это ее была фантация. Нет, это то, что не существует. Ну давайте мы сейчас вернемся к нашей семье. Ну в смысле не к нашей, а вообще. Здесь много можно спорить. То есть практически, знаете, столько теологов, оказывается, спорят по поводу того, когда произошло. Ну просто факт того, что мы вас призываем задумываться. Понимаете? То есть важно, чтобы мы как бы вот каждый момент обдумывали, когда конкретно это, чтобы нам на этот крючок не попасться. Вот вовремя в какой-то момент, понимаете, вот в своей жизни присесть. На первом этапе мысли, на втором этапе согласия на крючок, на третьем этапе, когда же мы берем это в руки. И так, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Бог такого не давал, повелели. Что даже трогать их нельзя. Пожалуйста, ходите, трогайте. Пожалуйста, смотрите на них, подходите близко. Просто есть их было нельзя. Ну, да, они уже, видите, так себе. Интерпретировали, такой экзегезу провели, да? Следующее. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот тут интересно, давайте представим, как это было эмоционально. Было бы так. Да нет, да не умрете. Да ладно. Ну, посмотрите, вот если представить это как-то эмоционально, да? Да ладно, ну во что вы верите, да? А знаете, почему он вам запретил? Да Бог просто не хочет, чтобы вы... То есть идет конкретная клевета во Творца. И смотрите, и на этот крючок Ева тоже ловится. Кстати, на эмоциях. Да, и все именно идет воздействие. Да ладно, ну, да чему мы поверли? Вот ничего нового нет, да? И такой еще момент. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Скажите, Адам и Ева знали, что такое добро и зло? Они знали, что можно делать, а что нельзя делать в Радьском саду? Адам и Ева знали. Они знали, что если они сделают то, что нельзя будет плохо, что это зло? То есть они знали, что такое добро и зло? Но смотрите, что им предлагает. Тут другое слово. Он не просто им предлагает различить вот это добро и зло. Они знали, они различали это. Но он им предлагает попробовать это на практике. Вы же это не пробовали. Вы же не знаете, хорошо это или плохо. Да ладно? Вы попробуйте. И тогда уже будете точно определять, что это плохо. Вкусите этот плод. Да плюньте вы на то, что вам говорится. И попробуйте. Но Бог же зла не делал. То есть если быть как боги, Бог-то, он знает, что зло, но зла, но он... Правильно. И вы не делайте зла, и будет все хорошо. А сатана им предлагает попробовать. И вот когда подростку предлагают наркотики, и говорят, да ладно, бред этот, и попробуй, это кайф. И вы ни одному человеку не объясните, что наркотик это зло с первой дозой. Потом, потом. Он сам это поймёт. Это да, он это поймёт. Но первая доза это всегда кайф. И на этом все ловятся. Когда им говорят, да ты попробуй, ты же не знаешь. И в общем-то тут мы считаем недостаток, может быть, вот изначального антинаркотической компании, которая работает только зло, 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 зло. Всё это плохо, плохо. Вот, понимаете, здесь вот именно будет преувеличение. Или, не преувеличение, как сказать, недостаточное объяснение. Односторонний подход. У нас однажды в Самаре такой плакат. Мы едем на машине, такой здоровый, 6 на 3 баннера. Висит, написано там, Вася умер. Ну, несчастье какое-то произошло, да. Едем дальше, там 2 или 3 квартала, там Петя умер. Ну, что же они все борются? Брут-то, прям такими здоровыми, чёрными буквами. Потом следующий плакат, там, ещё там один нам. Света умерла. Что же тут происходит на скорости? И где-то только через неделю стали там подклеивать такие, ну, объяснения, там, от наркотиков, от передозировки. А так вот не делюсь, Петя умер, Вася умер, там, Света умерла. Да, это происходит. Но первая-то доза, это кайф. И, то есть, вот именно, вот, понимаете, вот эта вот тоже реклама, она работает, наоборот, на наркотик. То есть, не договаривается. Потому что в первую дозу человек не скажет, так, а что вы говорите-то? Да. А я в любой момент брошу. И правда не договаривается. То есть, знаете, Бог, он сразу, вот, фант, и он до конца договорился. И тогда посмотрите, что делает Сатана. Попробуйте и посмотрите. И еще один такой момент, который надо, наверное, нарисовать. Когда вот идет вот это искажение и добавление к Слову Божьему. И даже не прикасательно. Вот раз Николай об этом хорошо сказал. Проинтерпретировали. Чуть-чуть добавили. Лучше даже и не подойти. Но хорошо, что вот Ева интерпретировала в эту сторону. Часто мы интерпретируем в другую сторону. И чуть-чуть добавляем. И тут ничего хорошего не получилось. И в этом ничего хорошего. То есть, в любом случае, если мы искажаем Слово Божье, это уже происходит грех в жизни. То есть, толкает. Вот смотрите, существует круг Божьей истины. И все, что находится внутри этого круга, это все истина. Ну, вот представьте. Ну, например, быть доброходно сдающим. Это Божья истина? Божья истина? Божья истина. Ну, вот мы делаем один шаг за пределы этой истины и становимся расточительными. А это Божья истина? Хотя человек, который, будем так говорить, все считает себя, что доброходно сдающий, а у него уже собственные дети не доедают. Ну, это как бы уже надо поставить вопрос. Жена... Быть экономным. В другую сторону пойдем. Быть экономным – это Божья истина. И рассчитывать свои траты все. Но не быть жадным. Да, а вышли сюда? А вышли сюда, стали жадными. Ну, любой жадный... Стали маленький шаг, и уже жадили. Ну, любой жадный вам найдет массу места в Библии. Ну, в частности, по строению башни, например, что там надо все издержки считать. Ну, он вам скажет, нет, я библист. Я очень экономный. Да. Жена повинуется своему мужу. Это Божья истина? Да. Да. А вот жена сделает шаг и становится рабыней. Ну, это еще лучше. Старая. Да. Да, и вот такая жена рабыни, она вам докажет. И мужу вам докажет, что у него самая-самая вообще виблейская жена. А там уже вот путано. Как однажды пришла к нам женщина одна и говорит, у меня муж тиран, деспот и сексуальный маньяк. Мы у нее спрашивали, а в чем это выражается? Говорит, вот недалеко, как на той неделе, он мне сказал. Понимаешь, я уже старенький. У него 17 лет женатая. Я уже в возрасте. Ну, я привык к тебе и не возбуждаюсь. Ты давай, я приведу своего соседа, друга, вот такой парень классный. Вы с ним будете заниматься любовью. Я с ним уже договорилась. Я уже с ним договорилась, все нормально, он приходит, то есть проблем с ним не будет. Вы будете заниматься любовью, я от этого загорюсь. И мы втроем все это дело завершим. Маньяк. На самом деле, маньяк. Понимаете, ну, вот годы нашей работы научили нас не делать поспешных выкупов. И, в общем-то, начав с этой женщиной разговаривать, и задавать вопросы, я конкретно вопрос задала. Ну, давайте вообще расскажите, как вы живете, там, с мужем, как-то. Он говорит, у меня вообще 27 лет, не любил, он давно издевался, он меня матом обзывает. Если, вот, например, раз за стол сядет, на столе нет соли, он, например, меня может стать матом, прям по щекам отхлестать. Вот, кашляет до соленого, он, например, у меня может тарелку шевернуть, борщ меня шеверять. Я, говорит, на кухне прям замучиваюсь делать ремонт. То деловое переклип, потому что, ну, это муж вот такой. Вот, и, в общем, говорит, вот такой вот, он меня никогда не любит. Ну, и такие-то вещи рассказывает. Я, говорит, так, ну, знаете, все, детали недостаточно. Долго вы этого терпите. Нет, нет, я говорю, я не так сказала, я говорю, вы одним словом, как вы себя назовете? Помните, я здесь спросила. Она, знаете, не задумывается, говорит, жена, я, говорит, я, например, могу сказать, я на первом месте жена-друг. На втором месте я бы себя, так же, представила, там, жена-любовница. На третьем месте я бы себя так называла, жена-мать наших детей. Ну, это моя градация, как бы. А вот вы вот свою градацию, как женой, как вот вы расставите. Она пишет, значит, говорит, жена-рабыня. А потом так сама, знаете, сама назвала. Я, нет, а потом, говорит, ну, я бунтующий-рабыня. То есть, говорит, я раза два-три потерплю, а потом говорю, ну, не нравится мне это, не делай так больше. А я говорю, а почему вам с первого раза не сказать, дорогой, мне это не нравится, прекрати. Она сказала замечательную фразу, она говорит, ну, я же христианка, я должна терпеть. Повиноваться. Я должна мужу повиноваться. Я говорю, молодец, изумительная жена. Поэтому, говорю, вот обязательно пусти в постель соседа. А как же? Муж сказал. Насттоящая жена-христианка не должна мужу вообще противоречить. Обязательно, прям сегодня. Дальше она сказала, вообще, в третьем случае, она говорит, я это уже сделала. Просто, говорит, почувствовал все это неразище, что дальше мне делать. У этой истории счастливый конец, по-английски, хэппи-энт. Потому что мы ее убедили, и она убедила мужа прийти к Михаилу. Когда мы с ним разговаривали, я говорю, ну, вот, что там происходит, как происходит, он говорит, понимаешь, я женился на женщине личности. Она занимает высокий пост в кругах, ее там все постройки какого-то начале какого-то там департамента в Ростово-Азиме. То есть, это женщина очень высокого такого положения. То есть, такая личность, она поет, она играет, она всегда найдет тему для разговора. И вот, говорит, она стала христианкой. И говорит, что с ней сделала, я не знаю. Это, говорит, таймин. И я, говорит, устал ее проверять, до какой степени ты будешь вот тряпкой. Ну, интересно, что очень интересно, Виза сказал. Он говорит, знаете, я сам себе мерзок. Я, говорит, запил. Я, конечно, говорит, я знаю, что по вашим этим категориям я сам виноват, жену нечего винить. Он говорит, я не знаю, что делать. И, вот, разговаривая с ним, я поняла, что нам нужно с Мишей вместе работать, он с мужем, я с женой. Это не только ее по проблемам, сексуальное маньячество, да? Ее виноватым тоже есть. Правило номер три, которые мы тоже используем в наших консультациях, в нашей работе. Палач есть только там, где есть жертва. Палач есть только там, где есть жертва. Если жертва перестанет быть жертвой, палач останется без работы. И ему нужно будет измениться. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3W-TV-семинари.com Но тут важно, чтобы жертва сама не превратилась в палача. То есть, когда другое окраинство, тогда получается смена роли. То есть, вот это, знаете, правило работает на все стопы. Если у вас есть в вашей сердце и в вашем окружении люди, которые постоянно жалуются, что их не ведут с начальниками по работе, их там все унижают. Вы понимаете, вот эту вот фразу, во-первых, сами осознайте, проанализируйте так, обленитесь вокруг себя, да? Вы посмотрите, что это работает не всегда, во всех сферах. Если человек обижает, он позволяет себе обижать. Муж – глава семьи, это Божья истина? Да. А муж – глава семьи, это Божья истина. И вот эта вот граница очень тонкая и очень четко надо чувствовать эту границу. Господь всемогущий и всеведущий. Это истина? Да. А вот фатализм. Ну и пускай тогда Бог все и делает, а я буду лежать на диване и молиться. И пусть мне Бог сам скажет, куда мне сегодня идти, что они… И Бог пошлет мне работу и носки, и все, что мне нужно. Это Божья истина. То есть, понимаете, вот… Зарабатывать на хлеб насущный – Божья истина. А быть трудоголиком. Ну и так далее. Это можно продолжать. То есть, вот важно, чтобы, понимаете, вот служителям, вот мы когда столкнулись с этим, понимаете, вот видим, ну, сломленное… Добавляем чуть-чуть. И причем вот этот человек, который здесь находится за пределами… Он вам найдет массу мест в Писании, он его, знаете, может забить. Жена-то боится своего мужа, что это значит? Муж глава, да? Это значит, она должна забиться в угол и дрожать к моему приходу. То есть, вот важно, чтобы мы знали вот то, что внутри круга, и четко могли определить, что человек уже вышел. За пределами… И тут, конечно, нужна мудрость от Бога, чтобы определить, он еще внутри или уже сделал один шаг. За пределами… А может быть, уже и не один. Читаем дальше. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Вот произошло смещение ролей, да? Поменялись ролями. Кто принимает теперь решение, что и как должно происходить в семье? Жена, а муж только лишь повинуется, дала мужу, и он без рог на это дело съел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова